Третий месяц мы занимаем высоты, выдавливаем россиян с близлежащей территории, создаем плацдармы, создаем условия для уничтожения, более максимального уничтожения российских войск в районе Бахмута. Опять же, не в самом Бахмуте, а в районе. Там площадь где-то около 20 километров по фронту, если смотреть. После того, как мы займем высоты, мы где-то эту, как минимум, площадь будем контролировать. Это внутри фронта 20-километровую зону, а так по радиусу с каждой точки до 25-30 километров. То есть большую площадь, которую мы можем накрывать нашей артиллерией. И россиянам придется выбирать из двух зол. Либо оставаться погибать, либо отходить, отходить в сторону Попасной. Это то, чего добивается вот такими тактическими действиями, добиваются наши командиры, которые выполняют задачу под руководством главкома залуженного на этом направлении. Постоянная положительная динамика. И тут дело не в населенных пунктах, пока не в этом речь. Пока задача стоит как раз по высотам. Высоты в основном за пределами населенных пунктов. Населенные пункты всегда лежат в таких низинах между высотами. Потому мы движемся как раз по высотам. Ну а уже населенные пункты, в зависимости от интенсивности нашего огня, россияне либо оставляют, либо остаются там до уничтожения. То есть здесь уже как их видение развития военной ситуации. Но в основном последнее время не начинают оставлять. Вот в том числе и Андрей. Ну, до речи, тут пропагандистские паблики зараз волают про то, что росіян, російські військові, вони залишили вже і кліщівку. І причиной цьому – відсутність ротацій та мотивація. Разом із тим, ми чуємо повідомлення про то, що Збройні Сили України вже починають використовувати касетні боеприпаси, які були передані Сполученими Штатами Америки. И один из направлений, где они застосовываются, это, до речи, пан Черевати уже официально заявил, это Бахмутский направлений. Власне, ось в тече, так, и залишению позиции россиян. В том числе на это впливают касетные боеприпасы, которые уже Збройні Сили начинают застосовывать. Касетники, они как раз увеличивают боевую нагрузку на российские войска, нашу боевую нагрузку, которую мы можемо с одного выстрела практически на порядок увеличить, где-то один к десяти, если удар идет по поверхности, по ровной поверхности, по открытым оборонным укреплениям российским, по движению, по движущимся войскам российским, по легкой броне, идет нанесение удара где-то в соотношении один к десяти. То есть, кассетный боеприпас, он выполняет свою задачу довольно-таки успешно и сейчас используется на всем, на всей линии фронта, не только на Бахмутском направлении, на всей линии фронта, начиная от Херсонной, заканчивая Купенском. То есть, есть определенные партии пока такие пробные, а основные партии идут действительно в сторону Таврийского направления, не на Запорожское, на Запорожский фронт, ну и на Донецкий, на Луганский фронт, именно туда. В Бахмуте просто из-за того, что интенсивность огня больше всего сейчас на данный момент артиллерийского, есть именно там большая площадь поражения и, естественно, российские потери именно от этих боеприпасов. Об этом уже начинают говорить и наши спикеры, потому что тут можно только подтвердить успешное применение этих американских боеприпасов на поле боя. Поговорим про Крим, зокрема, напередодні джерела тамтешнього підпілля, кримские партизани, заявляли про то, что на складе БК біля Джанкуя была знищена партія ракет «Оникс». Наскільки це може відповідати дійсності і чи означатиме це, що интенсивність використання цих ракет ворогом на Південному напрямку після цього знизиться? Вона сразу упала, а вони не використовують. После того, как мы уничтожили ракеты на складі, вони перестали використовувати «Ониксы» с берегового ракетного комплекса «Бастион». Це така машина, с которой отстреливає два «Оникса». Це передвижна установка «Бастион» – це з нескольких таких машин состоїт. І вот после того, как було точне попадання по складу боєприпасів, на которых знаходились «Ониксы», россияне тут же перестали їх використовувати, так как є определенні критерії по неприкосновенному запасу. Вот вони пока їх не восстановят, пока не підтянут опять, пока не произведуть, не восстановят по всій цепочці, вони їх використовувати не будуть. Тому именно так і надо «Ониксы» уничтожати. Їх дуже складно уничтожити после того, як вони вже відстрілена. Ракета сверхзвукова, більше трьох махів на больших высотах. У води, у землі вже на предельно малій высоті, більше двух махів. Перехватити дуже складно, стелиться практически у води или у землі, де-то на 10-15 метрах. І підлітне время у нього дуже маленьке, не все системи успевають на нього сработати. Тільки те, які розсчитані на перехват ракет на предельно малих высотах, на больших скоростях. Це типо той же СМТ ракета, хорошая Астр-30. Она перехватывает «Оникс», може перехватити. Ну і, естественно, «Петрио», там тоже некоторые позиції, і ПАК-2, і ПАК-3. Обі ракети можуть перехватити «Оникс» на любих етапах полета. Але так як недостаточне количество зенітно-ракетних комплексів, тому нам намного проще, выгодніє, так сказати, уничтожати «Оникс» в местах їх базування, складування, чи уничтожати самі машини. Тобто, пускові установки берегового ракетного комплексу «Бастион». Чим зараз і займаються наші вооружені сили. Ви говорите про те, що так багато після знищення цих ракет тепер ворог буде їх накопичувати, так і виробляти. А скільки часу може піти на виробництво такої ракети? Аналітики озвучували такі цифри, що вартість однієї ракети «Оникс» вона складає десь до півтора мільйони доларів. Ну, діло не в ціні, да, це дуже дорога ракета. Діло не в ціні, а діло в можливостях її производства. Тобто, вони... Вартість впливає на це? Ні, не дуже. Діло в тому, що у росіян хватає фінансування для виконання производства ракет. Тобто, просто сама стоимость, она показує сложність ракеты. Тобто, чим дороже ракета, тим сложніше. Ну, це такий обратний показатель, так сказати, для того, щоб для принятия, для определенних действий при обозрении, можно, так сказати, і понимання динамики як такового производства. Чим дороже ракета, тим більше элементна база закупається на внешніх ринках. І вот Онікси — це одні із таких дорогих ракет. Часть элементна база закупається на внешніх ринках под любі дінки. І вони достають то, що нельзя купити за більші дінки, можна купити за дуже больші дінки. Тому росіяне достають цю 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 элементну базу. І треба прекратити передавати дінки. Їх треба відключати від фінансових систем. Їх треба відключати від економіки. выбрасывать, чтобы им не за что было покупать элементную базу. Вот это остановит. А «Ониксы» они могут производить, несколько ракет в месяц они могут производить. Сейчас они восстановят, я думаю, за месяц они восстановят потери и дальше выведут опять «Бастионы» в боевое положение, то есть поставят опять на боевое дежурство. Но «Бастион» сам по себе и ракета «Оникс» это все-таки береговой ракетный комплекс. Это ракета противокорабельная, то есть ее использование по наземным целям, но оно немножко непрофильное, это все равно, что микроскопом гвозди забивать. Но вот тем не менее, они таким дорогущим микроскопом попытались забить гвозди, попасть по стационарным объектам, которые в принципе могли бы попробовать уничтожить и простыми кириллотыми ракетами. Но простые ракеты крылатые, дозвуковые, мы уничтожаем и калибры, и Х-101, и Х-555. Кстати, ни Х-101, ни Х-555 их не было. В основном шли и калибры, Ониксы, Х-22, то есть этот спектр ракет, Шахеды, Х-59. И вот они пытались такой масштабной атакой уничтожить наши порты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова